Сегодня у нас в гостях Зузана. Знаешь, что в России едят с майонезом? Все. Рыба, томат, тут головы, хвосты. Почему вы пьете это? Идиотизм, такое дело. Здравствуйте, друзья, канал Завалиедальник, и вот какая штука. Я думаю, что ни для кого не секрет, что ролики мы выкладываем не в день съемок. Все-таки нужно там монтировать, ну вы понимаете, да? И у нас было записано несколько роликов про то, как я ем с разными людьми. И было это еще до кризиса. И мы думали, ну вот сейчас будем потихоньку выкладывать, перемежая другими роликами. А тут хрябцы, короче, их выкладывать странно, потому что они из студии, а я вообще-то дома сижу, и все мы дома сидим. Но пора их уже выложить. Вот сейчас, короче, покажу ролик, где мы с прекрасной девушкой едим всякую русскую еду. Девушка из Словакии, я из России, я зовут Зузана, я зовут Василий. Смотрим. И мы продолжаем нашу серию поедания русской еды с иностранными гостями. И сегодня у нас в гостях Зузана. Привет. Привет. Откуда ты? Я из Словакии. Из Словакии. Ну, братья славяне практически. Зачем ты приехала в Россию? Ну, я здесь волонтер, уже из октября. А чем ты занимаешься, волонтер? Чего? Ну, мы работаем в офисе. Я помогаю в офисе, что надо, или мы делаем мероприятия. Разные мероприятия и тоже клубы, как английский, французский или словацкий клуб. Сегодня у нас, значит, здесь килька в томате, папоротник, чефан. Я папоротник попробовал, он адово соленый просто, если честно. Мы забыли его вымочить. Я не знаю, предлагать нет? Идиотизм – такое дело. Давай попробуем папоротник. Очень соленый, предупреждаю. Я рукой возьму. Это я вижу первый раз. Ну, это салоны, и, ну, не знаю, там, какая… Слизкая. Нет, такая хоть как трава или… Трава. Трава, да. Собственно, папоротник – это трава. Холодец. Есть в Словакии холодец? Да, но мы это называем как другим именем. Как? Гуспенина. Гуспенина? Да. В общем-то, подали человеку практически родное блюдо. То есть, а смысл тот же, да? Вот другое название, а то же самое, да? Да, но у нас там овощи. Овощи. Грах. А, горох. Горох или морковь. Такое. А у нас мясо. Здесь только мясо. Только мясо. Только мясо. Горчица. Да. Но она сильная. Сильная? Да. А как в целом? Съедобно? Да. Удобно и вкусно. Вкусно? Да, да. И дальше. Главный секрет русской кухни. Знаешь, что в России едят с майонезом? Все? Да. Абсолютно верно. В России едят с майонезом все, а у вас нет. Ну, почему? Потому что с мазиком лучше, понимаешь? С мазиком хорошо. Вот, у нас есть чифан. Вообще, его делают без майонеза. В моей семье его делали без майонеза. Но почему-то в ресторанах делают с майонезом. Почему? Мы не знаем. Потому что все делают с майонезом. Чифан изначально – это китайский салат. И его едят в Сибири, за Уралом не едят. Это тонко порезанная картошка, морковка, свекла, лук, мясо. Его обычно подают такими кучками. И вообще его заливают маслом с уксусом. Но тут мазик у нас. Вот мне интересно. Словакия тоже, в принципе, славянская страна. Там вообще нет майонеза. Или он есть очень немного? Ну, не всегда. Не всегда, да. Но в моей семье и в другой семье на Рождество мы делаем салат с картофелом и с майонезом. Но мы делаем с майонезом и без майонеза. Ну, давай попробуем чифан. Я думаю, это вкусно, но я не знаю, какая, что там. Не знаю, как тейст. Вкус. Но я думаю, тоже и с майонезом это вкусно, как это емно и не острое. Ну и у нас есть килька в томате. Килька в томате. Есть в Словакии? Я не понимаю, что... Рыба, помидоры. Ага, да. Но в томате, да, но я не знала, это рыба, да. Но у нас... Я думаю, да. Ну, пробуем. Рыба в томате, да. Рыба, томат, тут головы, хвосты... Нет. Да, все. Все, она целиком, она маленькая. Это, я бы сказала, вкусно, но сладкое. Сладкое, да. Сладкое, да. А в России вообще много сладкого, да? Я думаю, у нас больше. Мы едим, например, спагетты с маком и с сахаром. И с творогом, и с сахаром, и у нас как фу, там сладкая еда. И мы много едим мак. А какое самое главное блюдо в Словакии? Мы называем галушки, бринзовые галушки. Это у нас бринза, это сыр с овцей. И это как тесто. Маленькое тесто, как ньёки. В России есть галушки? Галушки, да? Да. О, я не знала. Но это больше Украина, но в России знать, что такое галушки. Так, у нас солянка на очереди. Солянка есть что-то аналогичное в Словакии? У нас нет. Тогда едим. Это вкусно для меня, но я думаю, почему оливье здесь? Оливки положено. Можно добавить майонеза. Или хлеб с майонезом. Предлагаю попробовать русское блюдо хлеб с майонезом. Странный для меня. Главное не жалеть майонеза. Не жалеть, это значит, как... Больше, больше, больше маленькое. Пожалуйста. Спасибо. Это салат, да, это можно с майонезом. Но хлеб с майонезом, только хлеб хороший. Хорошо. Ладно, десерт и напиток. Морс. Морс у вас есть? Нет. Нет. То есть это ягода с сахаром в воде? Ну, это сироп или как ягода? Практически компот, только без самих ягод. Это тоже вкусно, но я скажу, как у вас компот, у нас компот тоже. Но мы только едим компот, и вы пьете, да. Но это я была очень удивлена, как почему вы пьете это? Это нам надо есть. То есть компот это еда, а у нас это напиток. Да. Замечательно. Пожалуйста, варенье из шишек с кедровыми орехами. Это для меня странно, как шишки. Это и для меня странно. Да, я честно скажу. Но это все можно, да? Да, все можно. Это как я ела дерево. О, дерево. Да. Это может быть. Может быть. Как это я первый раз ела тесто. Но я думаю, эта шишка там... Все портится. Но это неплохо. Неплохо. Да. Так, а лучшее блюдо на сегодня? Я люблю солянку. Но без майонеза, без сливок, без сметаны, без всего. А вообще еще русские блюда, кроме солянки. Я люблю тоже гречку. Гречку? Да, но у нас нет. Я люблю в России тоже племени, вареники. В общем, вот такой у нас сегодня выпуск. Мы будем продолжать приглашать к себе иностранных гостей, пробовать с ними русскую еду. Это была прекрасная, очаровательная Зузанна. Это был Василий. Это был канал Завалиедальник. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всех люблю, кроме некоторых. И пока. Пока. Пока.